Важный инструмент давления на Россию. 52 страны одобрили декларацию о произвольных арестах. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие в инициированной Канадой конференции. На ней 52 страны одобрили декларацию против применения произвольных арестов в межгосударственных отношениях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины. Он отметил, что в настоящее время около 100 граждан Украины незаконно удерживаются за решеткой в Крыму и на территории России. Политически мотивированное преследование украинцев по сфабрикованным обвинениям стало обойденной практикой российской оккупационной власти. «Мы рассматриваем принятую сегодня декларацию как важный дополнительный инструмент давления на РФ с целью освобождения украинских политических узников и предупреждения дальнейших нарушений прав человека на оккупированных территориях», — заявил министр. Кулеба также обратил внимание на создание Крымской платформы как площадки для консолидации международных усилий по деоккупации Крыма и пригласил участников конференции к участию в ее инаугурационном саммите в этом году. Отметим, что в октябре прошлого года Канада инициировала созыв международной конференции для принятия декларации против применения произвольных арестов в межгосударственных отношениях. Целью инициативы является выработка глобального коллективного противодействия так называемой принудительной дипломатии, когда государства осуществляют произвольные аресты людей для политической выгоды в межгосударственных отношениях. Инициативу уже поддержали 52 государства мира, в том числе и Украина. Ранее сообщалось, что канадское издание CBC News заявило, что у следствия есть запись с голосом министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, который якобы обсуждал возможность того, катастрофа МАУ была преднамеренным актом. Иран уже опроверг версию умышленной атаки на украинский самолет МАУ.